Я помню тот день, когда со мной все это произошло, мне было три года, папа забрал меня из садика, хотя прекрасно знаю, что всегда меня мама забирала, но в тот день именно у нее не получалось. Папа забрал меня из садика, привел домой, ну, в общем, что было, я помню, что где-то прошел хороший промежуток времени и отключился свет, жили мы в частном доме, папа уложил меня спать, я как послушный ребенок сказала, я буду спать, и папа зажег свечку на столе в столовой, и мне было так интересно, но меня никогда не подпускали к свечке, а свет часто у нас выключали, он сказал, ложись, спи, я сейчас пойду на подстанцию, я притворилась спящей, потому что мне было жутко интересно посмотреть, что это за огонек, и я как будто бы уснула, услышала, что папа ушел, закрыл дверь, и я подошла, мне стало очень интересно, я знаю, что я смотрела, ходила вокруг, а потом я как отключилась, может, уснула, то есть сейчас просто я не вспомню эту ситуацию, но просыпаюсь от того, что я вся в огне, одежда, волосы, это все прилипает жутко, я подбегаю к фляге, водопровода у нас не было еще в доме, это был 91-92 год, я подбегаю к фляге, мне чисто физически не хватает сил, чтобы открыть, то есть где-то был какой-то стакан воды, я пыталась вылить, но уже бесполезно. Я помню пламя просто вот так вот на себе, что вот одежда вся горела, там майка, платье, волос уже не было на тот период, я выбегала в сене, в двери долбилась, дверь железная, то есть мне не поддавалось, а ума еще не хватило, что можно подставить табуретку и дотянуться до ООО. И потом я ничего не помню, потом, значит, такой промежуток, заходят родители оба в сене, видимо, они где-то там по дороге встретились, мама с работы, папа с подстанции. И просто вижу их, все, дальше я помню машину, но родители говорят, я была в сознании, я с ними разговаривала, вот, меня завернули в зеленое байковое клетчатое одеяло, они как в больницах, сейчас, наверное, по сей день есть. Вот, меня завернули и увезли в первую ожоговую. Шумилова Любовь Якольна, она приняла меня, посмотрела, я помню, как меня просто развернули с этого одеяла, и просто вот на месте вот этих рубцов было мясо, кровь, кости. И то есть сказали, вы знаете, ни один взрослый человек с таким ожогом не выживет. Ну, практически 90% тела у меня было покрыто ожогами. А вы хотите от трехлетнего ребенка. Потом, ну, в общем, боролись, боролись, боролись. Я заново училась. Родителям моим говорили, что бесполезно. Вы придете, то есть вы звоните, вы не приходите даже к ребенку, мы вас не будем пускать. Мы скажем, когда просто забрать тело и готовиться к похоронам. В больницу родители не пускали. Мама говорит, мы, говорит, как на смертную казнь ходили к таксофону, дома телефона не было. И каждый вечер звонили и спрашивали. Просто, он говорит, мы не знали даже, что спрашивать. Как спрашивать, живая или умерла? То есть мы, говорит, даже не знали. То есть нас, говорит, морально готовили к тому, что похороните человека. Родители, ну, честно сказать, наверное, в шоке. Я просто сейчас как мать, я не за свою боль переживаю, а просто с годами, как вот мать двоих детей, тут ребенок палец ушиб, уже сидишь с ним, ревешь вместе. А тут родителям через это пройти. Ну, в общем, потом долгие месяцы реабилитации. Через полгода я научилась. Меня начали учить сидеть. Ела я из зонта, то есть у меня был вставлен, то есть я не могла есть сама. У меня трубки вставлены были через нос. Это был зонт. То есть питалась я чисто куриным бульоном. На протяжении почти года. Учили меня сидеть заново, потом ходить, ложку, вилку держать. То есть я как будто заново родилась. У меня, то есть кожа сплавилась вместе с одеждой и подбородок прирос в грудной клетке. То есть я была вот такая приросшаясь. Но впоследствии Любовь Яковлевна и Николай Николаевича, царство им небесное, моим врачам, они со мной провели операции 50 пластических. Они меня как бы подняли, сделали человеком. А вот, ага-ха-ха-ха, потом в 14 лет мама слезами там всеми ползала в департаменте, просила направление в город Москва, в РДКБ, где меня принял Лебедев. На дальше уже, ну уже на косметологию, можно сказать. И вот совместными усилиями Тюмень плюс Москва я стала нормальным, полноценным человеком. Но когда мне исполнилось 18 лет, наше министерство здравоохранения сказало, что тебе 18 лет? Ты трудоспособный человек. Какая тебе может быть инвалидность? И с инвалидностью меня сняли. Ну и что, что у тебя 60% ожога осталось? Это нас не волнует. Не можешь работать головой, работай руками. Не можешь работать руками, работай головой. Никаких дополнительных пособий, то есть нет. Также государство перестало мне спонсировать по операциям. То есть до 18 лет я как ребенок-инвалид получала... Ну, то есть операции для меня были бесплатные и койко-место. Все остальное, конечно, проживание, питание, лекарства, все это платилось, но впоследствии вот... Раньше я была тоже замкнутым ребенком. Я летом, жара, я носила водолазки, штаны. То есть я никогда, ну, то есть на обзор не выставляла свои руки. А у нашего подъезда, то есть мы уже в пятиэтажке жили, у нашего подъезда всегда ребята постарше, ну, года на два, на три, подростки, ну, им там уже лет по 13 было. И страшно всегда было вот это вот проходить, потому что едешь в автобусе, иной раз к тебе подсаживаются, ну, лет 10, мне 11 было, кто-нибудь к тебе подсягнет, такой, ой, фу, бабайга, там, фу, какая страшная отсаживаться. Даже со мной, ну, редко кто садился в автобусе. И вот жара, представляете, 30 градусов, я в водолазке, в штанах, там, все закрыто у меня, там, не дай бог, что-то. И проходишь, а всегда вот эти подростки стояли у нашего подъезда. И как-то они меня остановили, говорят, тебе не жарко? Я говорю, нет, мне нормально, и быстрее мне надо. Он говорит, да нет, да ты постой, ну, давай поговорим. А что с тобой случилось? А как случилось? А почему? А зачем ты прячешь? Ну, все же, говорят, мы люди, все понимаем. И то есть вот этот вот мальчик старше меня на 2 года из соседнего подъезда, просто как-то я думаю, ну, да, может перейти на пол рукава уже полегче. Потом осмелела, стала там бриджи, футболки носить. В общем, в 13 лет я поняла, что я такая же девочка, я хочу наряжаться, я хочу платье, я хочу красивые джинсы, там, открытые майки, футболки. И тому подобное. И то есть в 13-15 лет я вообще перестала себя как-то комплексовать, чувствовать, что я не такая, как все, да я такая же. Почему я не такая? Я также хочу красиво одеваться, краситься, развлекаться, гулять, ходить по кафе, по те же клубы. То есть у меня началась, мне кажется, нормальная подростковая жизнь. Потом я вышла замуж, родила детей, у меня куча знакомых, друзей. Я общаюсь, я не стесняюсь своего тела. На пляже спокойно раздеваюсь, открытые, я не люблю закрытые купальники. Я, то есть раздельные купальники смотрят, ну, ради бога, пусть смотрят. Я думаю, что ничего страшного, это с каждым человеком может произойти. И еще вот хотела рассказать, просто сейчас затронула тему. Вспомнила, была ситуация у нас два года назад. У меня очень близкий человек тоже пострадал в пожаре. И когда в реанимации месяц ее выхаживали на грани жизни и смерти, я зашла просто в эту реанимацию. И два года назад я зашла в эту реанимацию, уже в первой ожоговой. И встретил меня, как он, наверное, заведующий реанимации. И сказал, Наташа, это ты так выросла? Я говорю, вы меня помните, а вы меня знаете? Он говорит, тебя, когда вот такую крошку перенесли, мы тебя интубировали вслепую, ты, говорит, как котенок была. Просто, говорит, одним комком. И мы, говорит, трубку интубационную не могли ставить. И мы, говорит, вслепую тебе просто ее вводили. И он говорит, а ты знаешь, твой рекорд еще, говорит, никто в Тюмени не побил, в Тюменской области. По тому, что какой степени у меня был ожог и то, что я выжила все-таки. И по сей день хожу и прекрасно себя чувствую. Да, я не могу поправиться. Да, у меня было две очень тяжелых беременности. А почему? Потому что у меня рубцовая часть именно, то есть, встану вот до сюда. То есть, живот здесь растет, здесь не растет. Ребенка рубцы выдавливают. И когда я была в первую беременность, да, я похудела. То есть, я была худой девочкой, маленькой, стройненькой, которая всю жизнь там где-то бегала. И я родилась, то есть, я рожала с весом 62 килограмма. То есть, я проносила полностью, полноценную беременность. Но мой хирург меня полностью, то есть, каждую неделю контролировала, смотрела. Во вторую, к сожалению, беременность. Моего хирурга рядом не было. И я рожала в весе 66, нет, 68 килограмм я рожала в весе. И просто на 35-й неделе я ездила, две недели я рожала, меня выгоняли. Он говорит, нет, ты не рожаешь, нет, ты не рожаешь. И на сроке 35 недель я родила сына, потому что просто рубец выдавил ребенка. И, ну ничего, мальчик сейчас полностью здоров, счастлив. И сейчас нам три года. Первая беременность. Мне говорили, надо готовиться, надо подготавливаться. Что-то давай, Наташа, думать, разрешай. Но мы же люди молодые. Получилось так, как получилось. Никто не загадывал. Мы стали молодыми родителями резко. Любовь, она такая. Ну, а со вторым, да, мы планировали, но получилось так, как получилось. Вот. Сейчас я как-то, наверное, не обращаю внимания. Может, кто-то смотрит. Но бывает. Нет, иногда я вижу заостренные взгляды, но меня муж научил еще изначально, когда мы только с ним смотрим. Смотри прямо в глаза человеку, когда на тебя смотрят. Ты, говорит, прямо уставься и смотри в глаза. Ему, говорит, сразу станет некомфортно. Я так и делаю. То есть, если на меня начинают смотреть. Даже еду я в машине, и кто-нибудь остановится рядом. И вот прям пристально на меня смотрит. Я так же, а что я? То есть, я считаю, не знаю, я не ощущаю себя плохо. Да, иногда бывает обидно, когда... Ну, раньше, наверное. Сейчас последние лет пять я уже не обращаю на это внимание. Подростки стоят. Не то, что даже подростки. А скорее, как одиннадцать, вот тринадцать, вот такой лет. Они еще вроде и не подростки, и уже и как бы не совсем дети детские. Вот, да, у них вот это вот, посмотри, какая тетенька там идет. И фу, да что с ней. Ну, я разворачиваюсь и говорю. А говорю, с огнем будешь баловаться, таким же будешь. Ну, и все, и вроде вопросов там не возникает. Мама даже как-то тут, ну, видимо, беседа такая душевная была. Я краем уха услышала, что, когда со мной все это произошло, родственники некоторые предлагали ей отказаться от меня, сдать меня в детский дом. Ну, мама, видимо, нашла все силы. И со мной от и до прошла весь путь. Еще, знаете, был такой момент, рубцы, не рубцы, а ожоги, они гноились. То есть они не рубцевались. И мама легла вместе со мной под нож, и она была биологической моей повязкой. И с нее снимали кожу и ложили мне на открытые раны, чтобы просто моя кожа зарубцевалась. И да, мама тоже со мной стойка там операции 10 перенесла, стала моей биологической повязкой. Вы знаете, мама иногда обвиняет папу за то, что с Натальей произошло по вине папы. Но я никогда не обвиняла папу. Почему? Потому что вот это вот до сих пор осталось, что я знала. Меня папа уложил. Он проверил, сплю или я не сплю. Я сама притворилась спящей. То есть я сама виновата. И по сей день, то есть я отдаю отчет. Но мама, мама, да, она по сей день винит отца. И иногда, когда вот они ругаются, она иногда вот кидает эту фразу. Вот если бы не ты с Натальей, это бы не случилось, если бы ты вот так не сделал. Что если бы ты дождался меня, и если бы ты, допустим, там ее не забирала из садика пораньше. То есть, ну, если бы да кабы, ну, случилось так, как случилось. И мне говорят, а как вы живете с таким ожогом? Я говорю, знаете, я другой жизни не знала просто. То есть мне не с чем сравнить. Я живу так, как живу.